господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер пятьсот пятьдесят шесть события дня эпиграф матфея 1230 кто не со мной этот против меня и кто не собирает со мною тот растачает за 21 почему-то это значит 22 переправлю потом юрий соболев мир вам игнатий тихонович на молитве мысль пришла как бы в режиме современной лексики то о чем вы часто говорите прикрытие ириси словом динаминация конфессия звучали слова христа плевелах и пшеницы матфея 13 глава видимо так еретики разумеет видят это двоеточие царство небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле своем когда же люди спали пришел враг его и посеял между пшеницы другие зерновые культуры вместо слова плевел они заменяют и ушел когда взошла зелень и показался плод тогда явились и растения придя же рабы дома владыки сказали ему господи недобрый ли семя сеял ты на поле твоем откуда же на нем травы он же сказал им враг человек сделал это арабы сказали ему хочешь ли мы пойдем выберем их но он сказал нет чтобы выбирая растение вы не выдергали вместе с ними пшеницы оставьте россии вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде этот вид растительности и свяжите их снопы чтобы сжечь их а пшеницу уберите в житницу мою матфея 13 24 30 тональность сразу меняется смягчается нейтрализуется как они не любят это слово везде пастор да нет пастора такого имени есть пастырь они не пастыри одной буквы волчий оскал скрывают это волки лютые пришедшие на разорение страны мира церкви и каждый день новое и друг друга не предназначение даже русские начинает также картавить менять срам один смотреть даже и так же вот все нога за ногу закидывает бритые в галстуках промассоненные до мозга костей до гузна и они учат православных как веровать а вот сами еще не возьмите все взят от православных кто канон составил библии кто перевел кто имена дал откуда вы сашки и горе сережки жития святых александр гунин вопрос такой в апостольских правилах написано епископ или присвитер или диакон да не приемлет на себя мирских по печений а иначе да будет извержен от священного сана чина 7 апостольское правило относится ли данное правило к миссионерским отделом во главе со священником ответ миссионерских отделов быть не может это лютейший обман невеж самыми злыми злопамятными сеющими раздоры и ненависть к истине это отдел грубости невозрожденных самопревознесенных высокоумием и обольщением мирскими попечениями названы все дела касающиеся прибыли обогащения изготовление палаток не считалось таковым но павел этим занимался и далее хочу чтоб подражали мне как я христу он говорит но если я не этим занимаюсь а строю дом с топором в руках как плотник христос он плотищал сын плотник это чем он по наследству все это шло так это не считалось да и любое дело для пропитания таковым не считается относительно отдела мирского миссионерского где они взяли отделы где пусть точно укажут дату возникновения когда господь дал повеление строить эти отделы создавать чтобы они в окошечке потом деньги там получали этому нельзя научить миссия христа это труд духа святого они вообще этого не знают думать что ему лоб помазали маслом он что-то получил да еще ты не получил медные лбы железные жилы в шее посмотрите где они там миссионерские отделы как они нападают на все самое простое разуметь не могут как отшибленные мозги где-то этому научился миссионерский отдел да какой отдел отдел господь посылает по двое весь отдел кончился 12 раз по два послал все больше ничего нету дальше 70 избрал опять избрал послал по 270 35 отделов это отдел духа святого третий лишний это так с миссионерским отделом относятся третий лишний третьим лишний может быть возница сидеть там помогать то другое где-то создать как это можно дух святой одному открывает они вместе молятся куда идти куда поехать вот у нас был настоящий миссионерский отдел два человека и возница и собака и проехали не два километра и ехали то с какими дарами могу сказать что от создания мира этого не было и не повторить наше путешествие так мы живем то барнауле а вот потеряевки в окрестностей мы только раздали свидетельство людям более 30 тысяч евангелий новых заветов и проехали купили специальной газель газель нижний новгород их выпускают машины до владивостока и порта находки и далее проехали до лиссабона тихого датонатического океана захватили скандинавию попутно и прибалтику и север вот это один миссионерский ответы на вопросы и везде ехали дарили книги тонны тонны книг никаких то наших книг нами изданных я вложил туда 50 лет собирая интеллектуальный туда материал со всего мира даже возьмите вот открытым оком 30 того 18 том откройте полностью по сурам и а я там разбирается весь коран сравнение с библии никаких нападок ничего нету талмуд три тома каждый том 752 страницы это не брошюры и в каждой книге 64 страницы цветных фотографий 13 тома миссионерский отдел какой чего они тупые глухие они не слышат не понимает им воевать надо ну то есть прислужники обмерщенного что есть в церкви самое ненужное грубое они за все за это стоят и когда скажешь по духовному как поступал господь что говорит дух святой они чуть не в обморок падают или них это ересь 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 секта вот дворкин это основатель действительно настоящей миссии в кавычках миссии сатаны разрушитель даже самые простые отношения с людьми разрушены ими секта секта он не понимает ничего секта секта значит другой секта он не секта дети ягоды собирают в поле ничего нету молча секта идут по деревне у нас новая деревня из 21 тысячи погубленных одна на православных канонах строится сектах то есть еще бы он ничего не мог больше им дать секта секта это значит а тот кто говорит этот не секта не знает евангелие вообще ничего не знает но он знает все секта а он нет почему а потому что он поддакивает всему он свечки покупает вонючие он прибыль делает им он кинется на любого я там миссионерский отдел но это и есть изверги рода человеческого это дьявольские отделы не человеческие человеку это не создать его поддерживать начиная с самого верха как можно поддерживать когда весь эфир наполнен кто он такой хиппи откуда пришел с дурдома наркоман научился чему обучили как разрушать дело божие в израиле в америке а теперь заслали сюда не патриарх никто его не трогает его одобряет открыли двери за ним миллионы погубленных не тысячи то что делает это не ни один не делал не стали не гитлер не ленин почему это вручили это разработка он то простое орудие совершенно не знающий ничего человек и поставили сектовед до такой должности вообще нету нигде как ну узнал ты сектовед узнал дальше что ты узнай как душу его раскрыть как кому показать христа как помочь отречься от заблуждений дворкинских и других вот этого не сделает ну вот наше событие коротко показать наши ресурсы вот это первое mail.ru мой мир тут кистине 2 собачка mail.ru это наша почта все здесь очень богатый ресурс в богатой богатый то что здесь 18758 фотографий и 6216 роликов наших не чужих и далее непонятно почему вдруг увеличилась посещаемость нашего форума в три раза это где-то сильные нападки были я уже это знаю то есть любая антиреклама это реклама как мне говорил профессор семкин проректор по учебной части агт у алтайского государства технического университета в барнауле и вот здесь посмотреть дальше посмотреть а вот опять кто-то зашел вот сходу сейчас если я посмотрю открою пока выставлял ролики переносил копировал в мой мир с видеоканала справа сам еще трое зашли ругаются матерятся то другая отдела отделы они еще не могут сделать не могут показать я только сегодня выставил 11 роликов 11 вчера 9 позавчера 8 кажется у нас есть что показать есть да мы показываем и все и все поучительное вот открою первое что православный дату ну какой-то батон так группа си доработай а не языком 3 пи 3 пи вот дальше что молодец мальчишка вот это еще не моим без мата обошлось а тут про газетный шрифт добавила вредно для здоровья все правильно ответил ну слава богу вода из латвии один хочу ехать в россию жить деревне ну и живите что нужно сделать вот как раз тут в комментариях на этот ролик там все и есть вот он ролик идут по деревне и девчата и секта это позднее какая красота наши снимки которые у нас рио новости российское информационное агентство приезжает сюда не один год и они фотографии эти занимает первое место первое вот фильмы 1 снятия заняли первое место на международном киноконкурсе второй фильм златоуста потеряевки ну это моё прозвище хотя и не златоуст занял первое место в россии среди документальных фильмов о православии кузнецов режиссер владимир сергеевич вот ответы ну и очень большой во свете библии православный библейский сайт и самое ценное 4124 ответа вот могу здесь только что показать сейчас по теме война помаленьку убираю вопрос 2127 8 том открытым оком почему христиане служили в армии и притом у языческих императоров ответ это ответа я давал в университетах на радио в милиции в воинских частях где вел занятия я могу с легкостью доказать что больше сказать охват населения чем у меня нет было никого да и никогда не было это невозможно заводы фабрики кгб прокуратуры техникуме десятки школ и везде приходил с огромными тюками было библии в то время ничего не было нигде доставали канал открыт у нас был и стоимость в 10 раз почти дешевле которая церкви то есть только себестоимость доставки единственное только потому что люди не знали учения христа но достаточно было для них отвергнуться идолов и не приносить им жертву матфея 544 а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас еще бы хорошо уйти в равно ангельское звание в монашество и повыше в горы подальше от людей левитом 26 17 обращу лицо мое на вас и пойдете перед врагами вашими и будут господствовать над вами неприятели ваши и побежите когда никто не гонится за вами притча 28 1 нечестивый бежит когда никто не гонится за ним а праведник смел как лев а выйти из воинского звания было так просто и даже это ни чем и не грозило оказывается но монахи культивировали совсем другое учение противное христову можно воевать можно убивать может клясться но любое убийство есть убийство каноны говорят василия великого тарах это святой 12 октября проконсул спросил его из какого ты рода тарах я происхожу отвечал тарах из римского воинского рода в сирийском городе клавдиополе и сделавшись христианином оставил военное звание проконсул сказал ты был не достоин служить воином однако скажи как ты вышел из военного звания я просил начальника публиона сказал тарах он отпустил меня видите подтверждение какой и вот этот маленький отрывок и житье 12 октября никакой осипов никакой смирнов ни ткачев никто вам не укажет верхушки берут а дальше то не копают посмотрите по житьям вот сейчас там константин пархоменко вот это глубже берет феотекн 10 октября не счастливый царь максимеан пришедший однажды в антиохию устроил празднество в честь скверных своих богов и издал повеление чтобы сначала воины приносили жертву идолам а потом и весь народ в числе воинов находилось много христиан которые не пожелав повиноваться приказанию царя сбрасывали с себя воинские пояса и шли на мужчине за христа вот уже два жития 3 кириллу мефодия 11 самая после сего сарацин и спросили если христос есть ваш бог то почему же вы не делаете того что он велит вам ведь написано в евангелии молитесь за врагов делайте добро ненавидящим и притесняющим вас и убьющим вас подставляйте щеку вы же поступаете не так против против ваших вы оттачиваете оружие какие страшные слова это говорят мусульмане вы же христиане мы тогда он по нашему канону по нашей книге священной можно биться а вы то что делаете вот теперь четвертое жития иоанн воин 30 июля сей святой иоанн служил в войске войске в царствоне императора юлиана отступника и вместе с другими воинами послан был убивать христиан тем кто видел его при исполнении этого дела он казался гонителем христиан но тайна он оказывал им немалую помощь так одних прежде чем они были схвачены он извещал чтобы они могли убежать а других уже после того как они были схвачены освобождены он оказывал милосердие не только гонимым христианам но и тем которые просили у него помощи давая им все то в чем они нуждались упражняясь в молитвах и посте святой иоанн посещением больных и утешением скорбящих украшал жизнь свою и совершенствовал себя в добродетели проведший жизнь свою так богу угодно он отошел господу был погребен на том месте где погребали странников сколько здесь странно странного марин 7 августа тебе пятое житие затем придя с ним во святой алтарь епископ указывал рукой на святое евангелие на воинский меч которым марин был припоясан сказал из двух этих вещей избери достойный муж какую-либо одну или носить этот меч чтобы временно служить земному царю а по смерти получить вечную погибель или сделать собой нам небесного царя положить душу за его пресвятое имя написанное всей книги и царствовать с ним бесконечные веки святой марин простерши правую руку ко святому евангелию с горячей любовью облобзал его показывая что он готов за христа идти на смерть тогда епископ сказал ему все душой твоей прилипись к богу и укрепляемой его силой приими то что сам избрал то есть легко можно было переменить звание воинское на христианское шестое никита 15 сентября это жития переходя через реку истер дунай он приказал сделать изображение святого креста и носить сие изображения перед своими полками так он напал на афанариха произошло ужасное сражение но христиане с помощью креста одолели афанариха и победили все его войско одних убили других взяли в плен так что сам он с небольшой дружина едва успел убежать и с того времени христианская православная вера все более и более стала распространяться среди готов ибо многие увидев непреодолимую силу креста проявившиеся в битве уверовали распятого на кресте господа сколько же здесь обмана ну крест они и делали у проспятого господа 37 рамил 6 сентября случилось что троян находясь со множеством своего войска в восточных странах для покорения себе и вера савраматова арабов и других народов вздумал пересчитать своих воинов и нашел среди воинских полков 11 тысяч человек исповедовавших христа и отвергавших поклонение идолам троян всех их троян с позором отослал в армению надеясь что это заставит их отречься от христа и принести жертвы идолам и они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь тогда рамил как военачальник пришел к царю и укорял его в безбожие безрассудстве и в том что он вышедший на войну сам уменьшает свою войско себя же рамил исповедовал христианином готовым умереть за имя иисуса христа господа своего троян сильно разгневался на святого повелел его жестоко бить и осудил на смерть вот 8 сергий радонежский 25 сентября затем осенив князя с честным крестом преподобный пророческий изрек иди господин небоязненно господь поможет тебе против безбожих победишь врагов твоих своих последние слова он сказал одному только князю обрадовался тогда защитник русской земли и пророчество святого заставило его прослезиться от умиления в то самое время в обители сергиевой подвязались двоина как александр пересвет и андрей ослябе в мироне были воинами опытными вратных делах сих иноков воинов и просил великий князь у преподобного сергия старец тотчас же исполнил просьбу димитрия ивановича он приказал возложить на сих иноков схему с изображением креста христова вот чадо оружие непобедимое да будет оно вам вместе шлемов вместо и щитов бранных тогда великий князь в умилении воскрикнул если господь мне поможет я держу победу над безбожными то поставлю монастырь во имя причистой богоматери простившись мысленно со своим отцом духовным со своим собратом ослябою с великим князем сей доблестный воин христов с копьем в руках быстро устремился на своего противника со страшной силой они сшиблись и оба пали мертвыми тогда началась ужасная битва такой сечи еще не бывало на руси бились на ножах душили друг друга руками тесня один другого умирали под копытами лошадей от пыли и множества стрел не было видно солнца кровь лилась потоками на пространстве целых десяти верст много доблестных воинов русских пала в тот день но вдвое более было побито татар битва окончилась совершенным поражением неприятелей безбожные высокомерные враги бежали оставив за собой поле битвы усеяно трупами павших сам мама едва успел убежать с малой дружиною во все время пока происходила ужасная битва преподобный серьги собрав братья стоял с нею на молитве усердно просил господа чтобы он даровал победу православному воинству вскоре после всего наваждением дьявола татары под предводительством нового хана тохтамыша коварным образом напали на русскую землю тохтамыш внезапно захватил москву разорил и несколько других городов преподобный серьги удалился в тверь страшные враги уже были недалеко от обители но могущественная десница божия сохранила монастыря дезиновенные руки грозные завоеватели татары быстро ушел когда узнал что приближается великий князь со своим воинством ну так там уж сжег кельи сохранил сжег сколько здесь подделок разных засохшие деревья был пожар горело полыхало сушняком тушили кто чем мог и млад и стар подсчитывали угольки потом так каждый год бесчетные пожары на тысячи гектаров по тайге за злые умыслы за грехи нам кара спасение от огня не видится нигде как первый мир возникший из воды водой был потоплен уничтожен так этот разыгравшийся на все лады ослепнет от меча сверкнувшего из ножен пожары для живущих есть прообраз вселенского когда сгорит земля масонству бог пересчитает ребра князя земли от страха заскулят и пыль и дым столбом взметнуться к небу все вожделенное тогда презрение грязи для политологов разгадан будет ребус от этой пропади все очнуться разом огонь не термоядерного взрыва хотя и это исключить нельзя от радиации последнего нарыва тиран и гнойные зализовать князьям неопалимые подземные сгорят из головней слагаются утесы кто поджигатель всем ангелов подряд но как и где все также под вопросом охватит боль опустошает чрево заломленные руки скрючит мука как прежде взоры к новому еврею одна на всех последняя разлука деревьев изметнули сущие руки они уже не плащут по весне у этих остров урок не из науки для разумеющих в грехах не закоснеть 17 сентября 2003 года на сегодня пока все